История Армении. От Айк-На-Пета. Айк-На-Пет, прародитель армян. Айк-На-Пет, легендарный прародитель армянского народа, считается прадцом всех армян и первым армянином. Армения вместо в качестве синонима называется его именем. По священному писанию известно, что в строительстве знаменитой на весь мир Вавилонской башни принимали участие различные народы, выполняющие однородные функции. Кто-то был ремесленником, кто-то строителем, кто-то каменщиком, а кто-то был переводчиком. Примечательно, что в самый разгар строительства этой великой башни племенной вождь Айк со своим народом, оставив Вавилон, отправился на север, к соленому озеру Ван. Однако, деспот Белл, царь Вавилона, отнесся к этому ходу очень недоброжелательно, и встав во главе 60 тысяч армии, направился в поход. Приняв вызов, Айк 11 августа 2492 года до Н.Н направился к своей армии и произнес известную свою речь. Вдохновленная армянская армия в этот день на восточном берегу Соленого озера Ван вступила в бой, в котором Айк на опять трехопериной стрелой поразил тиранами Сопотамии и эламами силем Белла, небровда. Вот как описывают эту историческую сцену, туго натягивает широкий как озеро, лук, и трехперой, стрелой, попадает в нагрудную пластину, стрела, пройдя насквозь между плеч, вонзается в землю. И тут возгордевшийся титанит, грохнувшись о землю, испускает дух, увидев столь неимоверный подвиг мужества, его полчища разбегаются. После смерти царя Вавилонин начинают панически бежать, а армия преследует их до самых границ Ванского озера. Однако, после этого просыпается вопрос, а с какой целью Белл пытался вернуть Айка и его народы обратно, из-за чего он и потерпел смерть. Не стоит забывать, что во время строительства Вавилонской башни каждый народ вел свою самобытную деятельность, и нужны были люди, которые могли бы перевести слова разных народов между собой. Этим и занимался народ Айка. Известно, что отцу Айка был Тарган, возможно от его имени исходит название профессии Таргманич, что в переводе с армянского означает переводчик. Здесь тарменей служили переводчиками между разными народами, и когда переводчики ушли в свою родину, никто никого не понимал, и наступила необходимость вернуть их, чтобы достроить великую Вавилонскую башню. Однако, народ Созидатель не захотел вернуться и служить Деспоту Богохульнику, у которого в голове было построить самую высокую башню, чтобы физически быть в контакте с Богом, поскольку они считали, с ним нужно быть только в духовном контакте, и нельзя объять необъятное.